на каналах за гет поступил такой вопрос про уважение к себе должен человек требовать уважение к себе в каких случаях вообще человек достойный нравственный по-хорошему по-нормальному смиренный по-настоящему духовный человек всегда вызывает уважение к себе как правило вызывает уважение себе чаще всего рассказать так потому что когда человек имеет некую духовную составляющую то он сам по себе держится спокойно он не провоцирует других людей на какие-то неуважительные действия по отношению к нему говорит он спокойно уверенно не боясь не смущаясь этим спокойствием это уверенность возражает других по-хорошему дело в том что бог гордо противится а смирен дает благодать когда человек смиренный по-настоящему то он имеется и благодатную силу а это благодаря силы вызывают уважение я вспоминаю рассказ своего духовника партере михаила турханова он рассказывал когда он находился в заключении он провел 15 лет за за веру христову в сталинских лагерях вот представьте большая камера и в ней там может до 50 заключенных духота кто-то курит шум гам где-то перепляс где-то ругань маг кто-то дерется кого-то бьют кто-то происта помощи и и так далее тут трудно даже представить каких условиях люди находились и вот бачка начинает читать евангелие и делает это ну как бы для двух-трех собеседник которые рядом с нами которые один с ним сидят делают это по их просьбе и вдруг старший в камере услышав что читает слово божие были так всем слушать тишина происходит чудо все затихает затихает не потому что чек скомандовал а затихать потому что некая сила она как будто бы коснулась всех кто находился в камере и вот уже льются слова евангелия а знал на память евангелия то что нельзя было иметь книгу в заключении и все стихает и ругань и перепляс и унижение оскорбление то есть слово божие заставляет людей уважительно относиться к тому кто говорит слово божие слово божие сам по себе вызывает уважение потому что она имеет себе силу духовную поэтому всегда нужно когда мы говорим что-то пытались донести до людей что-то людей далекой церковной жизни все же вспоминать слова евангелия и как можем точнее говорить словами евангельскими чтобы что-то долить донести чтобы они нас услышали и вот именно так вызывается уважение к нам с вами если мы будем сами быть с богом если будем иметь себе силу божию если будем иметь себе благодатную поддержку ну а в случае правления хамства по отношению к нам ведь такое тоже бывает надо смотреть как поступить в разных случаях насколько это полезно другому человеку который нам хамит который неуважительно к нам относится если наши дети надо остановить это не полезно хамство будет разрастаться и будет цвести пышным цветом все больше и больше если услышат какое-то несправедливое и неправильное отношение неуважительное отношение к нам другие там наши коллеги по работе то это будет им не полезно потому что они будут иметь неправильное мнение и они сами по себе может быть как-то примут не ту сторону и и согрешат если мы не остановимся мы не не скажем ничего свое оправдание если нас смиряет начальник но в конце концов где-то можно и потерпеть где-то можно и промолчать если надо нужно оправдаться чтобы дело не пострадало начинает оправдаться в этом случае надо включать осуждение когда промолчать когда посмиряться а когда все таки потребовать чтобы с нами говорили уважительно но самое главное надо самих себя уважать в том плане чтобы не разрушать себе образ и подобие божия чтобы мы с вами были достойными быть с богом чтобы наша жизнь была достойной вечности внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео